Больше 4 тысяч человек сейчас борются с природной стихией. Огонь уничтожил свыше 40% лесного фонда. Возбуждено уголовное дело по статьям «Уничтожение лесов», «Неосторожное уничтожение чужого имущества» и «Нарушение требований пожарной безопасности». В эпицентре трагедии побывала наш корреспондент Ажану Тевова и своими глазами увидела масштабы бедствия. Вот такая страшная картина сегодня повсеместно в Ауликольском районе, в тех селах, которые пострадали. За моей спиной домик лесника. Пожар начался с такой силой, что спасти домашний скот не было возможности. Мы видим тут и там трупы животных. Там неподалеку собака, привязанная на цепи. Очень страшное зрелище. И, надеемся, человеческих жертв нет. Пожар продолжается четвертый день. Сегодня он вспыхнул с новой силой близ села Басаман. Людей срочно эвакуировали в соседнее село и провели перегруппировку сил пожарной обороны. И пока огнеборцы спасают остатки леса, аман-карагайцы разгребают завалы своих домов. Огонь в село Аман-карагай пришел с леса. Местные жители рассказывают, что и опомниться не успели, как дома вспыхнули. Вот все, что от них осталось. Житель села Аман-карагай Александр Клименко третий сутки на ногах. Дом его матери сгорел дотла. Его собственный дом только под снос. А ведь мужчина только провел судогаз и воду. Потратил на это больше миллиона тенге. Успокаивает одно. Во время пожара мамы дома не было. Иначе жертв бы не избежать. А вот пенсионерка София Головач не находит себе места. В пожаре она потеряла своего 56-летнего сына. И жив ли он, не знает. Когда началась эвакуация, мужчина отправил мать со спасателями, а сам остался дома. Я ему сказала, сынок, если будет пожар, то ты же убегай и закрой хату. Позвонила на телефон. Он сказал, все, я ухожу. И все, и видно, телефон оставил дома. Потому что я потом сколько звонила, телефон не отвечал. Так что он без телефона и без ничего, и без денег, и без одежды. И, пожалуйста, люди добрые, помогите мне найти сына. Эвакуированных из четырех сел определили в местную школу и интернат. Им организовано горячее питание, оказывается, психологическая и материальная помощь. Многим придется провести здесь не один день. Пойти им сейчас просто некуда. Ой, это ужас. Это словами вообще не объяснить. Какая паника была у детей. Дети, вот, за себя так не боясь, как и за детей. И документы все проставляли мы. Хватили только детей и бежать. А домов-то только одни стены. И все. Больше ничего нет. В пожарах в Ауликольском районе пострадали 11 человек. Один из них находится в больнице с ожогами 8% тела. Еще один человек, пенсионер-инвалид, погиб в огне, отказавшись от эвакуации. На месте трагедии работает комиссия, которая оценивает материальный ущерб.